Здравствуйте всем, спасибо огромное, что пришли. Спасибо, что в наше время. У нас сегодня в гостях директор Калаленко, директор Департамента экономики и международных отношений, директор областной государственной администрации. Очень важные вопросы, которые для нас всех практически неизвестны. Что там сейчас происходит? И самое главное, конечно, какие изменения в последнее время произошли в Вашей разу? Спасибо большое. Рад вас приветствовать. Я хотел бы сказать о тех задачах, которые на сегодняшний день в глобальном плане важны для Харьковской области. Прежде всего, это то, что в прошлом году, когда был принят план социально-экономического развития Харьковской области на 2015 год, мы его готовили достаточно предметно в полном взаимодействии с Министерством экономического развития и торговли Украины, с международными экспертами, с теми экономистами, которые имеют достаточно серьезное слово в экономической научной среде Украины. Были нестандартные моменты, которые связаны с тем, что показатели, которые планировались на этот год, они имели несколько вариантов развития. Что касается стратегии развития Харьковской области до 2020 года, это фундаментальный документ, который был принят в марте месяце этого года, и мы подошли достаточно серьезно к этому документу также. Было подготовлено предложение главе Харьковской областной государственной администрации в отношении рабочей группы, куда вошли также руководители высших учебных заведений, эксперты, как харьковчане экономисты, так и международные эксперты. Данная стратегия прошла соответствующую оценку и изучение в администрации президента Украины, мы получили позитивный отзыв. Также непосредственно господин Абрамяевич, министр экономического развития и торговли Украины, проработав в департаментах Минэкономики данную стратегию, она была высоко оценена. Также известным экономистом Украины господином Гейтсом также была хорошая оценка представлена. Ведь данный документ не должен был, и наша цель была такова, чтобы эта стратегия не просто была подготовлена, положена на полку и покрылась пылью. Это стратегический документ, на котором базируется развитие экономики Харьковской области. Исходя из данного фундаментального документа, был разработан план мероприятий по реализации стратегии Харьковской области до 2020 года. Мы предметно работали над этим документом. Он базируется непосредственно на проектах, которые были представлены не только отраслевыми департаментами, местными властями и так далее, а непосредственно предприятиям, физическими лицами, предпринимателями, населением, местными громадами. Мы брали во внимание все те предложения и все те проблемы, которые есть сейчас как у деловой среды, так и также в громадах. Поэтому, обобщив документ, начиная мы в соответствующей форме, которая утверждена наказом Министерства регионального развития и строительства Украины, мы разместили соответствующие требования и критерии на сайте областной государственной администрации, областного совета и принимали такие предложения с 15 апреля практически до 1 июня. Поработав с данными документами, мы отобрали из них примерно 670 проектов. Вот это и есть план реализации стратегий, который направлен на то, что к этим проектам будут привлечены финансовые средства с различных источников финансирования. И областного бюджета, и государственного бюджета, международных технической помощи, грантовых программ, кредитов, других программ банковских структур Европейского Союза, европейских институций. Мы видим платформу, на которой будет базироваться реализация стратегии, а именно, чтобы не было дублирования подачи тех или иных проектов в различные инстанции. Мы моделируем, где мы, какие средства будем получать. И, соответственно, исходя из того, как мы наладили взаимоотношения с министерствами, соответственно, у меня есть опыт работы, как и у нашего руководителя, в центральных органах исполнительной власти. Есть соответствующие контакты с директорами департамента, Минрегиона, Минэкономики, Минфина. Мы получаем информацию о том, какие гранты будут предоставляться, какая финансовая помощь будет отрабатываться, с одной стороны. С другой стороны, если взять прошлый год, то начиная с апреля месяца, практически в течение 2014 года, в Харьковской области приезжало 156 официальных делегаций на уровне губернатора, заместителей, по которым были в установленном порядке предоставлены отчеты Министерства иностранных дел в рамках указа президента о регулировании внешнеэкономической деятельности. В этом году у нас уже порядка 70 таких делегаций. Внимательно рассмотрев те приезды делегаций, которые к нам приезжают, конечно же, большая часть делегаций – это мониторинговые миссии, это дипломатический корпус, но к нам приезжает очень много также различного рода руководителей грантовых программ. Руководство Европейского банка реконструкции и развития в этом году, два приезда было господина Шевкия Джунера. Они не просто сюда приезжают для того, чтобы посмотреть на нас, как мы живем, чем мы занимаемся, это тоже очень важно. И мы рассказываем о той экономической, военно-политической ситуации, социальной ситуации, ситуации с переселенцами. Это очень важно и, наверное, в нынешней ситуации не менее важно, чем какая-то другая отрасль экономического развития. Но мы предоставляем наши предложения нашим партнерам, у нас это получается и результаты в этом направлении есть. Поэтому, исходя из таких конструктивных взаимоотношений с нашими партнерами, мы предоставляем те или иные проекты. Хотел бы привести пример. Фонд регионального развития – это достаточно серьезный инструмент для реализации тех или иных проектов в любой области. В Харьковскую область было определено в тройке областей, где наибольшее количество финансовых средств было выделено – 152 миллиона. Мы провели в рамках тех нормативно-правовых документов, которые были приняты и Кабинетом министров, и Министерством экономического развития и торговли, и Минрегионом, в отношении подготовки документов, проектов в установленном порядке и проведения конкурса, открытого конкурса, прозрачного конкурса в режиме онлайн. И мы провели такой конкурс. Было отобрано 23 проекта. Соответствующее финансирование было рассмотрено и утверждено на сессии областного совета на прошлой неделе. Мы эти проекты направили в установленном порядке Министерства регионального развития. Ожидаем проведения конкурса уже непосредственно в Министерстве регионального развития, утверждения распоряжения Кабинета министров Украины, и соответствующим образом оперативная реализация проектов и освоение тех средств, которые будут выделены. Это первое направление. Хотел бы обратить внимание на счет Европейского банка реконструкции и развития. У нас плотные взаимоотношения с этой весьма уважаемой структурой. Европейский банк реконструкции и развития провел пилотный проект в Харьковской области по поддержке малого бизнеса. Частная компания СПС, торговая марка «Припавка», вы знаете эту фирму, они получили серьезный транш, успешно его освоили. И мы планируем 14 июля провести круглый стол с участием деловых кругов, а также ассоциаций и советов предпринимателей в Харьковской области, для того, чтобы начать обучение нашу предпринимательскую среду по тем условиям и критериям, которые есть в Европейской банке реконструкции и развития, в отношении того, чтобы начать отборы, рассмотрение, финансирование тех проектов, которые будут представлены нашими партнерами. Для того, чтобы активно развивать в практической плоскости взаимоотношения между Харьковской областью и нашими партнерами за рубежом, было создано по инициативе наших зарубежных партнеров Международное агентство оригинального развития «Глоби», которое в течение двух месяцев после подписания соглашения с областной администрацией достаточно активно работает, уже открыты офисы в Германии и Швейцарии, мы начали активную работу с компанией «Портис» по электронному уряду Ваню, по компьютеризации и в определенных программах учета переселенцев и работы с переселенцами, с одной стороны, с другой стороны, конечно, документооборот, который должен быть в рамках европейских стандартов, упрощение процедуры работы с документами, электронная подпись, то, как работает за рубежом. Это очень важно, мы к этому стремимся и понимаем те задачи, которые строит нам президент Украины Петр Порошенко. Соответственно, развивая такие отношения с компанией «Портис», привлечены компании «Харьковские компартии». Вы знаете о том, что у нас IT-среда достаточно мощная, серьезная, учитывая научную базу, были отобраны в рамках их процедур те компании, которые будут принимать участие в этом. И это, конечно же, рабочие места, это высокая заработная плата. Но мы идем дальше, мы, увидев такие открытые прозрачные отношения власти и бизнеса, наших партнеров, поступают другие предложения по другим направлениям привлечения инвесторов в Харьковскую область. Планируется 22 июля приезд достаточно мощной голландской делегации. Мы дали наши предложения по тем отраслям, которые для нас приоритетны. По сути, они все приоритетны для нас, не такой отрасли, которая не требует привлечения инвестиций, либо технологий, либо кооперации наших предприятий. Поэтому мы надеемся на столь установившиеся взаимоотношения с голландской стороной, начиная с прошлого года, когда прожила, к сожалению, трагедия. И мы до сих пор с голландскими партнерами работаем в таком направлении, достаточно тяжелом, потому что мы понимаем утрату 289 человек. Это очень много, и понятное дело, что мировая общественность смотрела, как мы в Харькове работаем в этом направлении. Голландцы знают нас, они очень хорошо к нам относятся, мы постоянно с ними общаемся. Мы дали предложение об установлении побратимских взаимоотношений с регионом Нордбрабанд, Эндховен, с Харькова направлялись в гробы с погибшими людьми, и в Эндховене встречали, и мы видели в режиме онлайн, по телевидению, в аэропорту, когда мы провожали, находились послы стран, граждане которых погибли, мы видели встречу самолетов. Конечно же, для голландцев, может быть, кто-то это не понимает или не хочет понимать, но там, где открытые отношения, братские отношения, по-другому не назову, там есть и бизнес. Поэтому мы изучили Нордбрабанд провинцию, мы знаем, что там центральный офис и предприятие Филипп Морриса, ой, извините, Филиппса, Филипп Моррис у нас уже работает, также другие компании, которые для нас интересны. Безусловно, мы ведем и открытые для всех наших иностранных партнеров, и хотел бы перейти к тому, что в период боевых действий Игорь Львович встретился со всеми руководителями ведущих компаний иностранных, которые работают в Харьковской области. Вопросов очень много, сами понимаете, о риске. Вопросы мобилизации, и здесь должны быть конструктивные взаимоотношения в отношении призыва, которые обязательно должны выполнять свою задачу перед Родиной. И ни одна иностранная компания не ушла из Харьковской области. Я не буду говорить за Украину, но мы четко, конструктивно подошли к этому вопросу. На сегодняшний день в Харьковской области работает, начиная от крупных компаний, таких как Филипп Моррис, Нестле, Хенкель, Шелл, Райфайзенбанк, Кредобанк, другие банки, которые Парибас. Ни одна компания не ушла из Харьковской области. И кто бы что ни говорил об оттопке, притоке капитала, мы можем констатировать факт. Ни одна страна, которая ведет боевые действия, экономически не процветала. И мы это понимаем. Но мы в части наших экономических показателей выше, нежели среднеукраинские, по всем позициям. И не хуже, нежели в других областях Украины, где нет такого напряжения. И нет, извините, 300 километров границы с Российской Федерацией, 300 километров с Донбассом, где необходимо внимание определять вопросом безопасности. Но мы четко работаем и выполняем ту задачу, которую ставит нам губернатор в отношении экономической составляющей. Я хотел бы обратить внимание на менеджмент тех людей, которые работают в Департаменте экономики. Мы никого не выгоняли, как некоторые истерические об этом говорят. Мы этого не делали. Мы пригласили тех людей, которые прошли школу чиновничества, которые имеют опыт работы, организационной работы и серьезно подходят к этим вещам. Поверьте, у нас нет времени баловаться или играться в бирюльки. Поэтому соответствующие требования, которые перед нами ставятся, и задачи, мы их четко отрабатываем и выполняем. У нас есть с кем консультироваться. Мы в плотном контакте работаем с министерствами не только экономики, а со всеми министерствами. Поверьте, должна быть четкая вертикаль власти. Мы должны четко понимать те задачи, которые ставит правительство Украины. Мы четко должны понимать те источники финансирования и, извините, не спать, когда идет процесс распределения, либо подготовки документа и своевременного подачи в центральные органы исполнительной власти. Это очень важно. Это очень важно. Поэтому, исходя из тех задач, которые есть, и исходя из предложений наших зарубежных партнеров, мы создали рабочую группу по защите права инвесторов. И, заметьте, мы туда пригласили руководителей крупных компаний иностранных, которые с удовольствием приняли участие в тех заседаниях, которые мы проводим. И Филипп Моррис, и Несле, я называл эти компании, и другие эксперты международной, и европейская бизнес-социации, которые активно с нами работают. Торгово-промышленная палата, международная торговая палата, которая открыла совсем недавно офис. Кто с нами работает, мы будем подавать руки и плотно работать. И в рамках работы рабочей группы по защите прав инвесторов мы рассматриваем вопросы, которые касаются прежде всего незаконных проверок, это усовершенствование нормативной правовой базы в части инвестиционной деятельности, внешнеторговых операций, упрощение таможенных, налоговых процедур. Я этим занимался два года в Министерстве экономики, понимая, о чем говорю, поэтому мы общаемся на одном языке. И предприятия дают предложения, и предложения в отношении тех или иных направлений совместной деятельности. Поэтому не случайно Европейский банк реконструкции и развития внес свой капитал в мегабанк, это очень показательно, в котором также присутствует КФВ-банк. Кстати, мы активно работаем сейчас с КФВ-банком в части предоставления наших проектов для кредитования тех или иных направлений. И заметьте, с германской стороной у нас достаточно активные взаимоотношения. После приезда в прошлом году федерального министра экономики в Харьков и проведения инвестиционного форума украинско-немецкого был реализован проект под эгидой президента Украины по городу для переселенцев. КФВ-банк активно работает, и мы работаем с теми экспертами, которые отвечают за взаимодействие с Харьковской области. Мы показали объекты, мы открыто показали те недостатки, которые у нас есть, и, конечно же, ожидаем от них поддержки в части подготовки документов в рамках тех критерий и условий, которые нам выдвинуты. Это конструктивная работа, она должна обязательно быть. Так вот просто не бывает, чтобы дали и потом забыли. Это не бизнес, это уже непонятно что. Поэтому мы активно работаем с общественной средой. Для нас очень важна позиция наших деловых кругов. Совсем недавно вновь созданная Рада предпринимателей в Харьковской области. И когда шли заявки, мы обратили внимание на то, что в Раду предпринимателей вошли руководители общественных организаций и работодавцев, и особенно профсоюзы, и предприниматели, приватные предприниматели. Это организации, которые возглавляют амбициозные фигуры, которые имеют свою позицию. Поверьте, позиция нашего губернатора абсолютно прозрачная с точки зрения создания Совета при губернаторе. Туда вошли, извините, не те люди, кого мы бы хотели и видеть, а вошли те люди, которые действительно имеют авторитет в Харьковщине, которых знают в Украине. Поэтому мы чётко взаимодействуем по правилам, которые есть в Европе. Мы стремимся в Европу. Мы резко отреагировали на то обращение, которое было ряда предпринимательских ассоциаций в отношении введения кассовых аппаратов, которые планируются. Мы единственный регион, губернатор, который открыто обратился в правительство, со своими предложениями, конструктивными предложениями, и с этим надо считаться. И это заявили общественные организации в отношении такой конструктивной работы. Я хотел бы спросить, какая отрасль ли у нас не требует внимания. Поверьте, у нас высшая мощная платформа, это высшие учебные заведения, практически все специальности у нас существуют. Это первое. Поэтому мы думаем о том, чтобы создавать новые рабочие места в таких отраслях, прежде всего, как сельскохозяйство. У нас мы в Украине в целом должны оценивать тот потенциал, который есть в сельскохозяйственной среде. Это и урожаи, которые были в прошлом году, рекордные урожаи. Мы ожидаем в этом году мощный урожай. Осваиваются новые площадя, осваиваются земли государственного резерва, которые были не до конца освоены. И в этом контексте обязательно мы должны стремиться к готовому продукту, к вопросам, которые касаются переработки и затем реализации данной продукции в страны не только Европейского Союза, а в другие страны. Поэтому это очень важная отрасль. Вопросы, которые касаются энергосбережения, энергоэффективности, ну они, по-моему, во всей Украине нам важны. Это и замена котлов, это и утепление, и это, безусловно, это энергосбережение тех ресурсов, которые крайне важны для Украины. Газовых ресурсов, энергоресурсов и так далее. Для нас очень важно машиностроение. Имея такой мощный потенциал и серьезные площадки для размещения производств, в этом направлении мы двигаемся. Я хотел бы отметить завод ХТЗ, который активно работает и с ФИНами, они подписали договор о совместном кооперации совместного производства комбайна и тракторов. Это первый шаг, который сделан. И второй, это проведение переговора в Америке с компанией известной Джон Дир, вы об этом слышали. И сейчас идут переговорные процессы, активно предприятия заинтересованы в создании индустриального парка, ХТЗ. И, конечно же, каждый себя уважающий инвестор видит свои плюсы для размещения производства в любой другой стране. Это льготы. У нас есть закон об индустриальном парке, у нас есть процедуры, у нас есть рабочая группа по отбору и рассмотрению концепций создания индустриальных парков, мы активно работаем с Министерством экономического развития торговли Украины. Конечно же, такая отрасль, как фармацевтия, она у нас развита, у нас предприятия активно работают. И с учетом того, что в последнее время цены на фармацевтические предприятия иностранного производства достаточно высоки, и об этом неоднократно говорили, наша острость в этом отношении, мы видим тенденцию повышения выпуска продукции и расширения объемов производства в этом отношении. Это тоже очень важно. Энергомашиностроение. Очень важный этап работы наших предприятий, такое предприятие, как Котла Турбопром, активно работающие. К нам приезжал буквально позавчера бизнес-омбудсмен господин Аргридас Шемета. Создан такой институт в Украине, как консультативный дорачий орган при Кабинете Министра Украины. За рубежом в Европе данная фигура является на уровне ранга министра, и я считаю, что это очень важно и как для бизнес-среды, и для развития бизнес-среды, особенно при привлечении иностранных партнеров, когда они видят такие отношения. Это еще дополнительно один плюс. Так вот, он побывал на компании Котла Турбопром, которая выполняет те или иные заказы с учетом предоставленных возможностей в виде технологий компании, американской компании БЭКов. Это амбициозные предприятия, эффективно работающие. Собственно говоря, для нас очень важно. Ну и, безусловно, малый и средний бизнес, как та среда, на которой базируется любое государство, доходная часть, которая идет в тех ведущих странах Европы, которых мы знаем, всемирно известны, нам надо дать возможность и финансовую поддержку в этом направлении. Существует вход регионального развития, который, к сожалению, в 2013 году не финансировал. Мы начали, активизировали эту работу, поменяли менеджмент в фонде и на сессии областного совета первые средства выделены около 200 тысяч гивен, и мы будем проводить в ближайшее время конкурс для того, чтобы рассмотреть те или иные микропроекты для того, чтобы развивать бизнес-среду. Соответственно, работая в активном взаимоотношении с департаментом Минэкономики, который занимается предпринимательством, мы получаем ту информацию, которая касается тех или иных грантов. Я провел буквально вчера переговоры с одним из польским банков, который входит сейчас в Харьковскую область, он работает, который, кроме того, что будут кредиты давать, он еще будет создавать бизнес-центры у себя в филиалах. То есть объяснять те четкие правила игры с учетом и льготного кредитования, и при приобретении техники, либо сельхозмашин, делать скидки для представителей малого и среднего бизнеса должно быть конструктивный, четкий разговор. И в некоторых случаях банки, когда начинаются весенние полевые работы, закупка горючих смазочных материалов, они начинают повышать соответствующую кредитную ставку. Ну, это не совсем правильно. Я думаю, нам необходимо в этом плане пересмотреть позицию, потому что если и в этом плане банковская конкуренция должна быть в обязательном порядке, потому что, скажем так, та или иная позиция, которая говорит о повышении тарифных ставок, она не совсем приемлема для наших предприятий. И нам надо наоборот давать возможность развиваться. Вот вам, пожалуйста, пример. И мы только это приветствуем. Что касается внешнеэкономической деятельности, хотел бы обратить внимание на данное управление работы, которому определяет внимание представители Харьковской области администрации, мы имеем определенную потерю рынков в Российской Федерации практически на 50%. Мы столкнулись с такими вещами, особенно в прошлом году, об этом было, когда наши предприятия, и сейчас это есть, когда наши предприятия поставляли продукцию Российскую Федерацию, из-за поставленную продукцию не получали оплату, попадали под индивидуальное лицензирование, штрафные санкции и так далее. Такие моменты мы отслеживаем. Конечно же, и в импортной составляющей, по комплектующим, по сырью, которая поступала с Российской Федерации, мы такой же процесс видим. Конечно же, рынки, которые были традиционны на Донбассе, тоже есть огромные проблемы. И с платежеспособностью, с тем, что есть отказы от того или иного оборудования, которое ранее запланировано, либо подписанные договора были. Такая же ситуация с Крымом. Наше харьковское предприятие «Филипп Морец» практически 16% потеряло рынка сбыта по Донбассу. Это серьёзные объёмы в общем индексе промышленной продукции. И, конечно же, наша задача, в первую очередь, это поиск рынков сбыта в странах и Европейского Союза, и в других странах, как и Африканского, Азиатского региона. Очень важна эта работа с дипломатическими представительствами, с торговыми представителями при посольствах. И мы такую работу ведём. Мы направили практически во все посольства наше предложение. И о тех мероприятиях, которые проводятся, о тех конкурсах, которые проводятся, о тендерах. И для нас это очень важно для того, чтобы помочь в рамках действующего законодательства, помочь нашим предприятиям реализовывать эту продукцию. Это очень важно. Мы всегда идём навстречу предприятиям. И мы знаем, какая ситуация на предприятиях. И наши руководители департамента, и наш департамент непосредственно мы конкретно работаем с предприятием. И, конечно же, малый и средний бизнес, он очень гибкий, динамичный. Он сразу переинтересовался на реализацию своей продукции. Ну, объективно. Они могут быстро сосредоточиться на рынках сбыта. А вот крупным предприятиям это проблема. Это проблема. И мы оказываем в этом плане такое консультативное содействие. Содействие с нашими представительствами за рубежом. Но менеджмент этих заводов и сам должен обязательно работать. Мы поддерживаем будем. Но мы не бизнесмены в администрации. Мы чиновники. Мы должны регулировать деятельность любой отрасли в Харьковской области. Но отрасль внешнеэкономической деятельности, она крайне важна. И мы будем этим заниматься. Мы ищем те регионы-побратимы, которые могли бы в этом направлении для нас быть интересны. И вы видите, что практически в период тяжелой ситуации у нас постоянно открываются такие институты, как почетные консульства. Вы знаете о том, что Албания открыта, почетное консульство. Турция. Азербайджан. Очень интересные регионы. Мы сейчас готовимся к визиту. Восемь почетных консульств сегодня в Харьковской области. Я считаю, что это очень важный инструмент для работы с нашими партнерами. Посмотри, как работает почетное консульство Германии в Харькове. И форумы, и бизнесмены приезжают, и различного рода международно-технические группы. И так далее. Такая же ситуация и с работой с турецким почетным консульством. Ну и все они, конечно, заинтересованы в том, чтобы наряду с культурными мероприятиями, обменом творческими коллективами, заниматься экономикой. Мы очень надеемся на то, что инвестиционные форумы, над которыми мы сейчас активно работаем, 4 сентября, а 5 сентября будет большая слабожанская ярмарка, пригласить регионы-побратимы, с которой, к сожалению, за последние годы были разорваны отношения по непонятным причинам. Но, когда мы приехали с заместителем губернатора Юлией Светличной в Великопольское воеводство, губернаторам сказал, наконец-то, мы вас ждали давно. Мы снова вернулись и снова начали работать. И сейчас польский бизнес заинтересован работать здесь, в Харьковщине. Мы ожидаем серьезную делегацию в Харьковскую область. Мы во время визитов в Познань ознакомились с работой технологического парка, бизнес-инкубатора, платформы, которая потом дает серьезный виток для развития и малого, и среднего бизнеса. Это очень важно. Для нас те рынки сбыта, которые на сегодняшний день существуют еще, очень важны. Те же иранские возможности, которые сейчас есть, где мы наблюдаем снятие тех или иных санкций. И мы дали свои предложения. Есть провинция Язд, хотя мы работаем с провинцией также Исфахан. И мы надеемся на приезд делегации в Харьковскую область всех регионов Побратимовой. Из Таджикистана, из Туркмении, из Узбекистана, из Казахстана, из Вьетнама, из других регионов. Поэтому мы надеемся на то, что инвестиционный форум будет достаточно и как уровня представительского, так и бизнес-уровня. Мы ожидаем приезда американских бизнесменов в Харьков и ведется работа агентством международного развития «Глоби». А также, конечно же, восстановим тот Великий Солбожанский ярмар, который ранее был. Мы в этом плане ведем работу. Мы хотим нашим партнерам показать те наши достижения, которые у нас есть. Безусловно, провести индивидуальные переговоры с нашими деловыми кругами. И для этого мы подключаем торговую промышленную палату, международную торговую палату и ассоциации. И, безусловно, посещение наших предприятий на местах, для того, чтобы посмотреть, какие возможности, какой продукт в Харьковской области производится. И надеемся на то, что такие мероприятия будут давать только позитивный результат в направлении развития внешнеэкономической деятельности. Конечно же, по четырем месяцам этого года у нас позитивная сальда. Это говорит о том, что увеличится экспорт нашей продукции в различные страны практически на 7 миллионов долларов. Спасибо большое. А какие-то цифры, если есть по темпу экономического развития с начала года, какие отрасли наиболее успешно развиваются по сравнению с прошлым годом? Я понял. Я хотел бы сказать, что за каждой цифрой стоят определенные объемы и работа наших предприятий, наших харьковчан. Если взять уровень таких областей, ну как бы без обид, как, допустим, Ивано-Франковская, Закарпатская область, там есть свои направления и отрасли работают. Если взять такой мощный промышленный потенциал, как Харьковская область, то цифры в процентной ставке, они, конечно же, будут отрываться. Если, допустим, сделать какое-то предприятие в другой области, то это уже будет 110%. А у нас, если какое-то на миллионов в 10 будет падение производства, то это 1%. Образно говоря, чтобы было понятно. Но, тем не менее, у нас по 4 месяцам вал по производимой продукции – это 30 миллиардов 144 миллиона. Это шестое место в Украине. Это достаточно серьезное, тем более, когда у нас продукция имеет высокую добавленную стоимость, то есть высокотехнологичную продукцию. Я хотел бы отметить такую отрасль, как строительство. Поверьте, когда идут рядом боевые действия, наши строительные компании активно работают, и об этом говорили мои коллеги на встрече с вами. Да, конечно, у нас есть падение машиностроительного направления. И это мы видим. Это для нас очень важно, чтобы мы могли оказать содействие в загрузке наших предприятий. И, учитывая то, что на сегодняшний день Укроборонпром разместил достаточно серьезные заказы на военных предприятиях, с одной стороны, с другой стороны, авиационный завод ушел в управление Укроборонпрома, и мы будем надеяться на то, что это предприятие тоже воспрянет в основном падение на государственных предприятиях. Это мы отмечаем. Но такие государственные предприятия, как Турбоатом, например, там идут серьезные заказы, и менеджмент активно работает. Поэтому губернатор оппозиции следующий. Активный менеджмент. Никто ничего на блюдечке не принесет. Надо подниматься и работать. Мы готовы помогать во всех отношениях. Но в этом плане очень важно. По сельскому хозяйству на сегодняшний день порядка 90% по 5 месяцам, извините, 90% по сравнению с прошлым годом. Но здесь есть определенные нюансы, которые связаны с тем, что на Курганском бролере сейчас вновь посадка произошла и предприятие вложило 30 миллионов гривен в приобретение нового оборудования, технологий для того, чтобы увеличить объемы. На Богодубцевской фабрике, на фабрике Заря Харьковского района, произошла вырезка санации птиц. Объективная, ветеринарная, плановая. Поэтому, соответственно, это с этим связано. Также хотел обратить внимание на то, что у нас, казалось бы, такой момент, как оборот розничной торговли. Но, тем не менее, у нас по 5 месяцам на 32 миллиарда оборот. Это третье место в Украине. Вот такая покупательская способность. То есть здесь и малый, и средний бизнес активно работает. И хотел бы обратить внимание еще на такие показатели, как ценовая политика. В то время, когда есть определенный мораторий, и вы об этом знаете, мы активно работали с нашими предприятиями, супермаркетами и так далее. Был подписан в прошлом году меморандум о совместной работе по социальному кошеку. Кто бы что ни говорил или критиковал, но мы выполняли и выполняем нашу работу. Мы четко отслеживаем в тот момент, который касается, я говорю, цены, которые среднеукраинские. И с департаментом торговли Минэкономразвития мы также работаем. И мы смотрим и анализируем те цены, которые есть как в Харьковской области, так и в других областях. Конечно, много есть вопросов. Конечно же, есть спекуляция. И мы проводили совещания с руководителями супермаркетов и с производителем, например, гречки, когда были бумы. И мы пытались и оказывали влияние на то, чтобы убрать посредников. Извините, когда есть мораторий, кто-то должен отвечать за эти вопросы. Согласны? Но только не население. Потому что население потребляет. Есть люди, которые малоимущие. И этим вопросом мы занимались очень активно. Это очень важно. И для этого проводили совещания и приглашали правоохранительные органы. Назовите хоть один правоохранительный орган, когда в рамках моратория он имеет право проверки. Не назовете. Поэтому я хотел бы обратить также внимание на оборот капитальных инвестиций. Когда наши предприятия, наши заводы вкладывают в свое производство, приобретая оборудование, технологии и так далее. И в этом плане у нас мы имеем пятую позицию. Практически миллиард 425 миллионов было вложено по пяти месяцам в этом году. Что касается иностранных инвестиций, то на сегодняшний день мы занимаем четвертую позицию. Миллиард 600 миллионов. Но, как я и говорил, ни один инвестор не ушел с Харьковской области. Но, учитывая колебания доллара и курсовую разницу, то мы имеем такой показатель. По прошлому году в Харьковской области было привлечено 23,5 миллионов долларов. В то время, когда рядом шли боевые действия, в то время, когда, к сожалению, у нас была нестабильная ситуация в Харьковской области и криминогенные взрывы и так далее, инвесторы к нам приходили. И мы с ними работали. И работаем. Есть риски, есть определенные опасения. Но, как я говорил, ни один инвестор не ушел. И мы работаем не меньше десятка с иностранными компаниями, которые идут конкретные переговоры, которые касаются выделения земельных площадей, развития того или иного направления. Они изучают нас и активно изучают. Не только сами бизнесмены, но приезжают делегации и послы. Если посмотреть, сколько к нам приезжало дипломатических представительств каждую неделю, то мы предоставляем те предложения, которые мы отобрали, которые они могут рассматриваться партнерами. А это что? Это тот же внешний торговый оборот. Это размещение, это рабочие места. Это достойная заработная плата. Скажите, пожалуйста, вы говорите о проектах в энергосберегающей промышленности, в энергосберегающей отрасли. Есть ли у вас проекты, связанные с альтернативной энергией, с поиском альтернативной энергии, с какими-то новыми разработками? Поддерживаете ли вы на Харьковском регионе какие-то подобные? Да, конечно. Вы тоже присутствовали, когда в Дергачевском районе с помощью японских наших партнеров, компания «Джайка», мы имеем с ними серьезные партнерские отношения, поменяли котел, так же и в Купинске произошло. Мы дали свои предложения по замене котлов. Вот это и есть энергосбережение. Но мы хотим пойти дальше. Мы предложили, чтобы разместили такое производство именно в Харьковской области. Это очень важно. То есть здесь, как я говорил, без технологий, без опыта работы не обойтись. Поэтому мы в этом направлении и отрабатываем наши предложения. Плюс те запасы, которые есть у нас по энергетике и бурые угли, о которых мы говорили, и мы работаем в этом направлении. Вопрос достаточно серьезный. И серьезный, и который касается в технологическом процессе. Мы отрабатываем вопросы с рядом международных организаций. Этот проект очень важен. Вы правильно сказали, что, наверное, это одна из тех отраслей, которая для нас крайне важна. Поэтому, вы знаете, кто работает, тот находит. Кто стучится, тому открывает дверь. Такая позиция у нас. Мы, как я уже говорил, ожидаем инвестиционный форум и посмотрим на результаты, и посмотрим, кто к нам приедет. Я думаю, для вас будет это очень интересно. Харьков, как задействовано в оборонной промышленности? Какие заказы? Насколько у вас уходили вообще? Вы знаете о том, что завод Малышева работает в полном объеме. Танкоремонтный район завод в полном объеме. КБ Морозова в три смены также работает в полном объеме. Ну, какие заказы вы понимаете, я не могу говорить. Это есть соответствующие люди, которые этим занимаются. Но идет процесс набора на работу специалистов, токарей, фрезеровщиков и так далее. В этом плане, конечно, коль мы имеем такой потенциал, его обязательно надо загружать. И губернатор неоднократно и с высшим руководством страны об этом говорил. И в проблемных вопросах, которые мы передавали, предоставляли, отрабатывали эти моменты учтены. И вот вы сказали, что одобрены 23 проекта, которые потом еще пройдут определенный конкурс в Министерстве экономики, насколько я понимаю. Хоть об одном расскажите, что это за проекты конкретно? Да, это вопросы, которые касаются газификации, это ЖКХ, это ремонты школ, строительства. Вот эти вопросы. Ну, например, один из них – Злочевский район. Село Черноглазовка, ЖКХ, где было проведено за деньги местного населения, газовая труба положена и введены в дома. Необходимо 12 километров для того, чтобы протянуть трубу. Это 7,6 миллионов гривен. Кроме этого софинансирования, которое уже было утверждено на сессии областного совета. Для людей это очень важно, они ждут этого. Спасибо. Еще вопрос. Спасибо огромное вам. Если есть еще что-то важное, что вам нужно сообщить, я думаю, у вас еще есть какое-то время, 2-3 минуты. Спасибо, что пришли. Мне приятно с вами работать. Спасибо. 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 Спасибо.